А либерал, я вас просто немножко просвещу по этому поводу, это термин 19 века, французский термин. И он обозначал человека просто, который хочет гражданских свобод для себя, для общества. А сейчас это подменили, это просто левак. Сейчас это левак, социалюга, который хочет не производить, а хочет повышать налоги, отнимать деньги у тружеников. Который хочет подменить или просто допускает подмену населения своей страны, допустим, африканцами или исламистами, вот то, что в Европе происходит. Там же нет, это же не либералы, это же леваки, не надо путать. Либерализм, прежде всего, либерализм в экономике, свободный рынок. Свобода индивидуального предпринимательства. А какая может быть свобода индивидуального предпринимательства при 60-70% налогов, из которых большая часть идет, чтобы кормить оккупантов. Вот эти, которые пришли просто миллионами Европу оккупировать. Так что нет, и опять-таки права человека, о которых кричат либералы, права человека – это самое главное достижение цивилизации, самое важное. Это прекрасно, но надо понимать, что кто в эту игру играет. Та часть мировой цивилизации, которая доросла до этого понятия, она играет, а другая, скажем так, на юге, она не доросла, она не будет в это играть. Она будет нагло вещами каким-то пользоваться, вас не уважать, жить за ваши деньги и еще на вас нападать. Потому что не надо путать. Последние десятилетия вот эти социологии, леваки, они захватили, экспорприировали понятие и либерала, и прав человека. На самом деле это левацкий фашизм всего лишь. Поэтому надо разделять исконное понятие либерала, и я либерал, потому что я за свободу в экономике и за свободу личности, и вот этих леваков, которые не за свободу личности, потому что я, например, ничего не могу такого сказать в Европе, мне сразу говорят, ой, значит, вот ты против прав человека, как же ты не хочешь, чтобы у нас тут жили миллионы исламистов. Да, я не хочу этого. Поэтому я не в лагере. А в России то же самое. Наши либералы заболели многие вот той же самой левацкой болезнью. Они сидят на кухне, читают там Сартра, обсуждают Сартра и Пастернака, больше Сартра, кретина очкастого, который не видел вообще ничего, не понимал, метался между коммунизмом одним и вторым, какая была политическая проститутка, урод и внешний и внутренний. И вот, ну что, дай власть нашим либералам вот сейчас, да, дай им власть. Они же консервные банки не откроют. Потому что если их оппоненты из органов хотя бы могут банку найти, украсть, защитить, дать за нее в морду, убить за нее, вот все, у них будет консервная. А это еще даже не найдут ее, эта консервная банка. В этом трагедия. И они не хотят власти, это тоже трагедия. Потому что за власть надо бороться. Это закон истории. Вот должны прийти люди с либеральными взглядами на экономику, на свободу личности, но не больные вот этим климаксом, вот этим либеральным, так сказать, псевдолиберальным левацким фашизмом.